здарова ребятушки с вами лазушки мы с вами сейчас минутку опять здесь отлично да хорошие новости в том что он наконец-то 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 игра появилась в стиме наконец-то можно ее по-нормальному по-человечески купить без заморочек через x вроде что также осталось кстати да также огромнейшее спасибо за подсказку с с этим с русификатором потому что да его опять же в стиме выложили полностью готовые как вы видите почти что все переведено процентов на 90 насколько я вижу у нас тут есть и книжечки которые можно почитать и дневник капитана и братство справочник убийцы кстати не помню справочник убийцы мы читали справочник содержит инструкции а как изготавливать маскировку из шкур да это мы читали алхимия том 1 содержит рецепты основных трав и растений это мы тоже читали на в этой книге и воздействие различных растений и трав да синий да 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 это знаете мне что это напоминает этот вот учебничек первом резиденте была такая записочка травы горы арклеем и там описывалась все все действия трав так хорошо к двойным шкафам вы говорите нужно подходить дважды здесь не осталось ничего ценного вот старая часть шкафа ничего не осталось но я буду подходить к ним дважды мне показалось я все-таки пойду попробую на того второго охранника наехать я немножечко более уверенно сейчас себя чувствую хочу его убить и также получил от вас просто невероятное количество пометательные ножи получил огромное количество полезной информации огромнейшее вам за это спасибо просто выручаете как-никак кусок ткани да я получил кусок ткани смогу ногу перевязать если вдруг что случится я постараюсь чтобы этого не случилось так вот вон он там ходит рассказали мне про тротура рассказали про очень много чего я все-таки пока у нас сохранялка недалеко хочу наехать на этого чувака ничего не осталось ничего не осталось давай чувак я хочу себе маскировку поэтому я хочу второго охранника ушатать страж левая рука да сначала надо эту руку отрубить и теперь нужно атака отрубить вот эту штуку страж отросток то есть на английском эта штука называется жало sting но здесь это отросток ну мы отросток тоже немножечко ампутируем так ну сейчас у меня будет до атаковать но это атака типа она мне не убьет скорее всего потому что у него практически не чем нет страж таранить тебя на ты сбегаешь его к тому же еще и увернулся так атака давай еще вот эту руку тебе отрублю чтобы вот вообще себе хорошо было отлично атака на ногу и ногу тебе отрубим ой 18 так дружище может голову тебе все до свидания чем ты меня бьешь я те голову отрубил хорошо да это было не так плохо на самом-то деле чудовище ударить давайте сначала обыщу мясной пирог и заплесневелый хлеб получается с россификатором у нас из игры исчезнет заплесневелый бред освежевать до подбираем шкуру стража так теперь как у нас там маскировки то было крафтить крафт вроде как здесь сделать броню вот кожа стража да пожалуйста теперь не 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 выйти теперь сюда броня из шкур кожа стража то есть защита гораздо меньше будет это чисто маскировка все я понял а кстати что у нас на аксессуар у нас одеть нечего на голодить нечего прошлый раз мы как-то нашли подряд то ли 4 шапки то ли что такое давайте еще выйду сюда на улицу вроде должен быть блин насчет торговца ребят честно говоря не помню по моему вы мне ничего не написали написали очень много информации по поводу что дальше как дальше куда идти что эти за это огромнейшее спасибо насчет торговца честно говоря не помню чтобы кто-то что-то говорил вяльное мясо что него покупать и стоит ли у него что-то покупать сейчас по крайней мере тут нет собак поэтому я могу спокойно походить по улице и изучить пожалуйста судя по степи разложения лежит здесь уже неделю слушать а я сюда пешком пришел это значит не моя лошадь тогда ладно у нас кстати по здоровью у 54 а ягоды у нас были ну-ка минуту ребят погодите шишка предметы местный пирог капуста синие травы синий флакон флакон с кровью травки обычные синие травы смесь красный си я могу еще одну смесь кстати сделать синий и красный поэтому наверное одну смесь я использую на себя вылечусь мне кажется это было овер меру потому что она бы больше вылечила ну ладно взрывной флакон ой супер супер мне дали хотя бы одну хотя бы с одной гранаткой если я чувствую поспокойней так бочки давайте обшиманным бочке огромнейшее спасибо вода нас наставил слишком долго непригодное употребление круто огромнейшее спасибо за информацию по спутникам потому что я бы хотел себе спутника ничего не со стел успел тогда облутать перед тем как ушел еще один взрывной флакон ух ничего не осталось да я тут почти все облутал у этого парнишки мы можем купить ну здорово доходяга твой взгляд не проживает прослеживается пустота присущие этому месту кто ты сорока на хвосте принесла что подземелье недавно проглотили новую порцию бедолаг я увидел в этом лишь возможность для моего маленького предприятия так что брать чё-нибудь будешь да у тебя есть 33 серебряных жалко что я не могу минуточку 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 а полное исцеление это хилочка которыми снасти жизни полного здравомыслия штука которая восстановит мой разум что такое зелье жизни это которая восстановит сразу все наверное но судя по цене 8 то 8 16 а так она стоит 15 по скидке ладно я все-таки куплю так же как и в прошлый раз что же поздний час же позднее пора идти прощай а очень обидно что я могу у него купить только что то одно потому что у меня 33 монеты мне бы хватило на все три зелья ладно пойдемте у нас два взрывных флакона у нас есть также у нас есть также тут у них ничего не да вещи не обновляются но в принципе ладно это логично есть проход к той кровати теперь я не знаю стоит ли мне его трогать взрывать потому что потому я не смог там сохранится и стоит ли мне на это тратить взрывное зелье вот а кстати сейчас я проверю еще одну штучку по мелочи тара тата 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 валим на улицу доски лошадь тут у нас вход в это подземелье пока что пока что туда наверное не пойду потому что там я боюсь что меня там чуваки заразят паразитами мне пока есть здесь что поделать до рассказали про тротура и про того парня которые там что типа этого парня можно сдать об осторожно этого парня можно знать а можно просто убить тротура и вроде как он не особо сложный чувак главное отрубить ему руку с оружием и все будет хорошо в твоей жизни могу в это поверить а сейчас тем более с двумя гранатами сыром я создаю гранатами себя чувствую еще немножечко поуверенней еще сырое мясо круто все таки я наверное эту штуку взорву коридор обвалился интересно можешь использовать то использую у меня их два может еще чуть найду я очень хочу слегка голоден я очень за себя рад тут у нас ящичек похоже не заперт открыть давай я прошлый раз ничего не нашел я вспомнил я нахожу там взрывной флакон все мы в ноль вышли отлично так понравился заплесневелый бред мы нашли ящики что-нибудь полезное находишь табак как бы ребят не курить это плохо 2 яйца это немножко неоднозначно звучит когда ты находишь там да ладно пыльник не да чёрт не пусть будет еще раз орел не угадал ничего интересного жаль ведро заляпанное мочой кровать плохом состоянии подземелья кажется очень темными небезопасными но ты можешь передохнуть здесь немного если тебе хватит смелости почему в прошлый раз мне так отдохнуть идите нафиг орешка минуточку так давайте я запишу на третий файл ты чувствуешь прилив сил не прилив сил несмотря на тревожные сны короче смотрите в чем дело я думаю что счастливые монетки я буду держать на сохранение да я вроде как недавно сохранялся но мы убили страшненько мы прошли сюда открыли нашли взрывной флакончик все-таки у нас открылась я не понимаю почему в прошлый раз я не был здесь сохранится то есть да да тьма страшная полна ужасов но все-таки кого фига так здесь я пройти не могу ладно пойдем мы тогда получается обратно к тротуру здесь у нас все готово все сделал но более-менее относительно вы смотрите тут вещи освежаются обновляются тут можно так говорит тут можно помолиться жертвный круг древних богов задобрить бога или искать их расположение это место создан чтобы выказать им свое почтение грогот уничтожитель жизни жаждет жертву человеческой жизни ну да это вы мне кстати про это писали тоже в комментах силен богиня любви плодородия желает больше всего акта любви во ее имя да тут можно или вы спутника своего принести в жертву или со спутником же заняться во имя богини да вот и всяк такой ладно где там у нас вроде сюда нам я чуточку чуточку да сюда чуточку подзабыл карту но ладно ничего не осталось чего у нас насчет гнилого мяса говорили осталась невероятная вонь тарелки усеяны личинками интересно кто действительно это ест потом наверное его возьму я не знаю когда и как она мне пригодится ну-ка бы вы немножечко объяснили как и где она может пригодиться это гнилое мясо но ладно уровень 1 3 не двор теперь мне интересно счет 2 кровати которая там возле того чувака смогу ли я там сохранится ладно значит нам вроде как сюда сейчас пойдем к тротуру я теперь сохранился дважды это просто не может не внушать уверенности счастливой монетки я в первый раз сейчас попробовал эту механику попробовал как она работает он кстати этот тротуар внизу я его вижу скажите в чем фишка она просто увеличивает шансы на победу или гарантирует победу вот что мне важно то есть он кидает две монетки но они обе например выпали сейчас нужной мне стороной был ли вариант что они обе выпадут ненужные мне стороны вот чем прикол так что так чувак иди сюда это красавчик прям так рука с ножом тротюр тротюр ну хорошо на тебе тротюр все до свидания можно я тебе вторую руку тоже отрублю я не хочу что ты меня вообще бил и теперь пожалуйста по голове все нормально согласен я чё-то испугался я думал то ли это босс то ли не посту ли ну просто этот чувак про него такие ужасы рассказывал повержен обыскать ключ от второго этажа да спасибо мне об этом сказали освежевать нет смысла снимать с него кожу хорошо в принципе наверно даже спорить не буду пойдем с этим парнем потрещим сейчас может быть и у него в кровати можно сохраниться как бы это плохо не звучало да так чувак вам удалось избавиться от проклятого изверга просто невероятно увы напасти этого подземелья не закончится на этом выродки мне кажется вам стоит пойти со мной хочу ли чтобы он пошел со мной что здесь делаешь ах это трудно объяснить я бы с удовольствием продолжил наше общение в более безопасном месте так слабеет от голода вы чё мне кажется подавай пойдешь со мной ах вы держите свой путь в глубины тьмы прошу прощения в этот раз но не в этот раз я пока предпочту привести дух потому что пока благодать момент а в смысле а у меня половина голода так нет не то вот это вяленое мясо шишки яйцо капуста сушеные грибы погодите есть из сушеных грибов там вы говорили ой черничный пирог он же еще и хп-шку восстанавливает черт на плейвоз есть съем мясной пирог намного менее голодным кровать в плохом состоянии подземелья кажется очень темными безопасными порвать одеяло это я получу тряпки да отдохнуть нет погодите уйти сходим на второй этаж если что мы знаем что у нас есть тут безопасный сейф на первом этаже можем сюда вернуться тут у нас есть вон там вон да сходим сейчас на второй этаж посмотрим что нам предложат да сказали насчет ампутации что должна быть пила пилы пилы мы нашли две штуки использую ключ пожалуйста пойдем просто посмотрим что там надеюсь нас не убьют просто мы ох ты жё вот это мясо сырая земля кажется мягкой по моему чувак у тебя не земля под ногами у тебя мясо это выгруза трупами внутренности опускать у тебя очень плохое предчувствие об этом уйти я не хочу плохое предчувствие только на этаж попал погодите кровь кишки да вы посмотрите сколько тут его да короче в этом копаться руками я не считаю что нет возможно этом что-то найду я не спорю но мне это просто не кажется безопасным куда там прям просто проход на третий уровень прям сразу прям сходу уйти елки вот это кровь кишки говно перед боями идущая во тьму изучить разглядеть но пропасть не получается судя по их исходящим из нее можно предположить что внизу находится огромное полупустое пространство спасибо нет знаете теперь идти к тем чувакам не не кажется такая плохая идея которая вселяет паразита ну то есть реально и что я могу тут найти кроме смерти ладно пойдемте посмотрим там было написано что вроде как тьма здесь кажется гуще еще что-нибудь полезно хочешь пять огнев а это хорошо может быть кстати зажечь да как тут тьма влияет на состояние моего разума бутылку виски игра ты мне просто ответы даешь на тебе огонь на тебе виски чтобы ты не рехнулся окончательно а так все хорошо черт давайте на меня сейчас ничего не будет выпрыгивать нет спасибо она за мной пойдет у меня кровотечение я просто в восторге от этого так погодите черничный пирог смесь черный пирог нет погодите 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 выйти кусок ткани до сняли кровотечение долбануться туфли гнуться вы чё а как ну иди сюда их два пара пещерных кого-то там пещерный карлик ну я его убил ай 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 я-то побеждаю но у меня кровотечение у меня еще какая-то фигня у меня в тряпки больше нету давайте я что-то с этим тоже подерусь безумный заключенный пытается схватить ему руки по трубой он не больше не будет хватать сейчас продолжает сражаться даже потеряв что блин я побеждаю дайте мне тряпку а тут есть кровать порвать одеяло получаю кусок ткани так 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 а за блин я по я получил заражение что ли блин синий флакон с синей жидкостью бутылка виски флакон с кровью кстати флакон с кровью уж не поможет ли мне восстановить кровь глупо конечно ну ладно черничный пирог не нужен нет не нужен не нужен мне нужно мне нужно мне нужен крафт погодите смесь трав мне нужно блин чем я там должен был лечиться от заражи красный флакон где у нас смесь травмы зелье жизни чудотворное зелье которая возвращает жизнь туда где она когда-то за зажде ласти жидкости вызывает тошноту то есть эти можно что-то воскресить хорошо так это мы вас блин чем не заражение это снять чертово говно вы мне писали я просто забыл это было пару недель назад я же теперь сдохну от этой штуки да яйцо факел мясо синий флакон помидор зелье жизни ладно пока что пойдем заключенного даже обыскать не могу просто посмотрим что здесь попробуем на этих ребят не нарываться закрытая дверь и выломать не хватает сил ладно посмотрим я не верю что пока что туда хочу тут куча камер возможно я найду какие-то ключище ой не надо было кстати здесь маскировку применить я понимаю что скорее сейчас пойду на загрузку так атака левая рука так атака вот это вот атака нормально голову пожалуйста отруби спасибо чем ты меня ударил не подскажешь так тут ну почему я не могу теперь людей то обыскивать а вот обыскать мясной пирог заплесневелый хлеб почему мне нету закрытая уйти мне нужен какой-то то ли универсальный ключ то ли еще что-то я хочу понять что я здесь делаю и зачем я сюда пришел я понимаю что скорее всего сейчас от заражения то качулись и все но я хочу понять что я здесь делаю здесь есть проход дальше куда спуск во тьму только начинается заклинило выломать дверь стальные прутья не удается хорошо что это за место что-нибудь полезное масло нахожу я крайне этому рад три серебряные монеты там какие-то чуваки вообще стремные я так полагаю что о кровать уйти здесь можно сывануться хорошо два яйца нахожу ты кто такая статуя девы с вороном наблюдать за всяким спящим здесь это что должно значить использовать огнево разжечь да наверно от этого здесь должно стать безопаснее значит тут есть сейв комната маленький ключ и нахожу я крайне за себя рад что я его нашел так тут а ничего не осталось дать я уже утонул маленький закуточек такой маленький ключик уж не подойдет ли он сюда нет кусок ткани стеклянный флакон стеклянный флакон у нас идет он был типа пустой под всякие заполнения хорошо так эти штуки не могу трогать по крайней мере я могу я примерно пока что прикидываю куда мне пойти соивануться сушеный гриб эти меня то ли не замечают слегка голоден я крайне за себя рад то ли они не замечают то ли 6 серебряных то ли им не интересен стеклянный флакон перед тобой останки странного существа кровь еще свежая грибы я могу теперь из грибов чуть сделать тут травы много это хорошо погодите а травы снимают токсины стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп зеленый и красный это случай не так работает погодите смесь зеленый и красный смесь травы облегчающая слабы ослабляющая особенно 7 обладающий особо сильным действием да фух я понял теперь как это работает разум не разум на самом деле блин а теперь страшно стало до этого я был уверен что подохну а теперь стало страшно деревянный щит ущет красная трава так у меня есть зеленая красная могу сделать себе ну-ка у меня кстати остался еще один кусок ткани чему несказанно рад вообще с каждого дела получается можно сделать так хорошо ребят тогда такой вопрос у нас есть кровать с одеялом если я из одеяла делаю себе кусок повязки ослабляет ли это действие кровати ну грубо говоря насколько это может быть смесь синий смесь зеленый вяльное мясо яйцо до яйца с беконом грибную рагу до смесь трав тогда пока что делать не буду факел тоже делать не буду ну что я не знаю какая смесь мне понадобится лечебная или восстановить восстановить ну насколько это возможно восстановительное у рыцари в броне стоять стой где стоишь я так понимаю ты в своем уме хотя я могу хоть я и могу показаться уставшими раним но я в состоянии нанести смертельный удар а то едва так что даже и не думай да как бы я и не думал ничего придержи конец сеймур я знаю этого человека это хороший человек славно я могу подойти приветствую храбрец твоя помощь с этим гнусным палачом пришлось очень вовремя которым из них на позволенное вознаградить тебя за храбрость 40 серебряных монет монет так убийство тротура было добрым делом без него мир стал лучше так вы были были знакомы да в некотором роде веришь ли в этих подземельях он был одним из главных должностных лиц он брал свое свое безображный облик он обрел свой безображен облик задолго до того как попал сюда на это место определенно сгубило его физически духовное состояние мы с вами читали про него где-то по моему тоже пару серий назад так что этот безумец хотел испытать свои методы и на мне прежде чем я был спасен тобой а погоди это вот этот вот нет ладно сейчас погодите в чем дело кто ты меня зовут людвиг бакман я бы сказал что рад встречи но разговоры с радость радости кажутся слишком качественными в этом проклятой дыре хорошо что здесь делаешь я спустился в эти подземелья в составе маленькой группы мы пришли за определенным человеком можно даже сказать что у нас была спасательная операция случай не тот которого мы спасли это было до того как мы поняли что к чему и что не может здесь выжить бак на горит это с пустым выражением лица него абсолютно мертвые глаза без малейшего проблеска надежды за путь похоже ты еще сохранишь здоровый рассудок sir say more держись за него это большая редкость вот этими что ты здесь делаешь а я пришел сюда с товарищем у нас здесь задание но судьбы были другие планы она разделила нас я страшусь худшего еще ничего не знаем об остальных слишком поздно да скорее всего тогда стоит сосредоточен на собственном выживании я не знаю все равно это богомерзкое место не позволит нам ускользнуть если мы не можем уйти отсюда из-за не из-за неестественно мы густого тумана то можем двигаться только в одном направлении вниз да значит похоже ты сейчас хранишь рассудок держись за него это большая редкость чтобы что тут произошло вообще это загадка понятия имею как все как все пришло в такую разруху эти подземелья стали абсолютно нечестивыми ты знаком с этим местом королевство рондон используют это место в качестве тюрьмы здешних местах все знают пройти подземелье они используют они пользуются дурной славой разные слухи звучат во тьме ночной слухи говорящие о невообразимых ужасах кто же знал что они окажутся не просто надоевшими байками похоже ты да 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 держи блин я не то нажал да это у нас триггерит общий диалог погодите слабеет от голода черт так ну пока похавать нам пока есть чего вниз вот так аккуратно вот сюда и подземелье вот если это по выживанию советую ты лишь как человек который сам состояние себе позаботиться не лезь на роженый возможно выживешь как только тебя появится дурное предчувствие защищайся лучше перестраховываться лучшим решением будет лишать головы все что подбирается к тебе слишком близко но как бы это соблазнительно звучало снести голову то еще задачка особенно в пылу сражения попробуй сначала выбить врага из равновесия может помочь небольшая подсечка у него затем а уже затем решающий удар когда поймешь что у него что он уже не может кружить вокруг тебя терпение в бою добродетель определенно на столе лежат обыскать старое оружие блин это важно повезло ты находишься метарским так милочку что у меня по состоянию голод были надо бы похавать а что я могу такого нормального похавать могу капусточки уплетнуть могу могу мясной пирог я бы подождал на самом деле еще с мясным пирогом с кимитар что ты мне скажешь про скимитар экипировка так а он похуже моего топора черт нет деревянный баклер такой же как у меня на голову и аксессуары да пока ничего хорошо можно найти снаряжение в различном состоянии обыскать ты находишь латные наручи о а вот это интересно экипировка до повысит защиту я не против любой аксессуар вообще любая вещь мне сейчас вот обыскать и решка черт ничего не пригодно так а ты у нас хорошо здесь у нас двое выживших у нас есть место где я могу теоретически сохраниться и которая блин тут грибочки которая теоретически мне бы стоило использовать но у меня только две счастливые монетки и я что-то как-то для себя решил что я хочу использовать счастливые монетки на сохранение салями я могу салями кстати поесть флакон воды и капкан были там еще один ящик есть на там ходит эта тварь я не знаю насколько я хочу туда приближаться еще один капкан нахожу может мне поставить на него капкан кстати опасно опасно а погодите или ты или это не здесь или я что-то путаю нет стойки там он еще грибочки нет я здесь не был это другая 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 сторона коридора так 2 яйца из бочки железную стрелу страшно до чертиков потому что там ходит вот это колокольня железная ой репу надо и почесать так 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 метательный нож отлично будет на микру метать ничего не осталось я это обыскивал или тут ничего не было капуста сырое мясо мясо же наверное можно пожарить стрёмно просто до черта каменная плита так гроб гроб плотно запечатан каменная плита закрывающая слишком тяжелая ты не в силах ее сдвинуть я крайне этому рад наверное блин там одна уже открытая я могу туда гроб широко открыт на крышке гроба видны следы царапин горячий на что кто-то или что-то было однажды там запечатано она вылезла и она скорее всего здесь да блин зачем зачем я это себе говорю зачем я себя накручиваю то есть явно же что там кладбище там чертово кладбище защитное гробе здесь покоится лейрон из корса мага которым мы не просили но маг которого мы заслужили и получили 563 90 недолго кстати он прожил так ладно пофиг надо похавать где у нас там солями было а я могу яйца с беконом навернуть кстати давайте местный пирог я могу потом еще сделать это до гол 70 намного менее голодным эта штука очень плотная поэтому перед тобой безымянная могила земля свежая что говорит о том что могила не такая же старая вот это мне просто сейчас не хватало вон выкопанная могила здесь счет надгробие испокоиться и юхо из северных лесов хоть и он и недолго служил в подземелье на его будет сильно не хватать служил sir андрес 57 190 и кто-то выигрывает надгробие надеюсь что смогу попробовать твои творения когда мы снова встретимся дорогой друг он хорошо готовил или чем на христе отсутствует текст на яма зачем-то уже вырыта словно она ждет кого-то здесь счет надгробие здесь покоится sir джейков замечательный рассказчик с которым все казалось ярче 61 90 там чуваки до 30 лет не доживает если чем здесь счет надгробие здесь покоится иона она отчаянно стремилась к смерти и мы надеемся она рада что обрела ее все 4 90 здесь покоится sir соня грубая сила дарила ей победу в аром рестлинге над любым мужчиной все 4 90 ну то есть им всем по 20 чем-то здесь счет надгробие юхо из северных лесов хоть он это было вот эти штуки мне кажется провалятся да если я пойду по ним я не буду по ним ходить так эту часть мы исследовали чему не сказанно рад я наверное готов пойти сохранится пожалуй я созрел к этому решению мне интересно что там за богиня которая наблюдает за кроватью и что бы это значило возможно если мы в эту кровать приведем кого-то татата то два сушеных гриба блин я из грибов могу еще кое-что два яйца полезный чернику я нахожу черника это офигенно так ладно ладно знаете чем давайте потому что я не хочу рвать одеяло я хочу сохраниться а тут даже без рандома я могу просто сохраниться то ладно чувствуешь прилив сил несмотря на тревожные сны вещи что кто-то наблюдает за тобой во время сна и таком тоже не кажется безопасный то есть это видимо одноразовое такое хорошее сохранение потому что потом ну кто-то наблюдает понятно кто наблюдает с теплого теплого костра успокаиваю тебя пожарить все время да вода как раз что под можете на костре возможно можно приготовить какие-то вещи надо было это сделать до сохранения черт ладно по крайней мере она здесь я теперь смогу если со мной что случится сразу так поступить так мы нажарили мясо это круто а куда я тогда иду отсюда не подскажете давай подеремся а только что сохранился давайте вот это тякала блин а почему мне 80 не 80 хпшки это плохо железо скиптор давай я его даже у меня перелом я вот даже не отрубил с двух ударов но меня убьет сейчас да понятно терпит поражение все 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 я даже продолжить отсюда пожалуйста так давайте мясо с этим чуваком драться бесполезно по крайней мере сейчас надо про него забыть как про страшный сон ладно но но ладно прохладно мне нужно чтобы он ушел я подожду ну он меня за два удара сносит я ему за два удара даже одно оружие отбить не смог так хочу ли я сюда а я не могу сюда хорошо пойдем тогда обратно закрыто а зачем мне тогда маленький ключик там кстати кровати есть я так понимаю что я могу там поспать это не будет лучший сон в моей жизни но я могу там поспать здесь опять же заключенный я его не обыскал обыскать ничего ценного освежевать бледную кожу забираем отлично кровать в плохом состоянии подозрительными небезопасными нет нет спасибо просто спасибо кстати железная стрела я не хочу теперь туда идти черт мне видимо туда надо было просто ах ты ж блин ты с этой страж баллиста отросток пульсирует вот отросток пожалуйста тоже нужно амплитировать ай больно же чувак больно говорю ну чё ты делаешь на я тебе сейчас ноги подрежу ты блин ай да больно же прекрати так ну вот вообще некрасиво получилось крафт черничный пирог я могу кстати его сделать грибной рогу могу сделать да пожалуйста смесь синий и красный не восстановить мне хп давайте теперь мне нельзя попадаться вон тем суккубом или кто они там такие путать с кровью смесь обладать особенно сильным действием а у меня есть еще зелененькая которая я могу просто похилиться немножечко хорошо хорошо меня в принципе устраивает теперь что еще повержено обыскать его тесак и набедренную повязку страж набедренная повязка мокрая от пота Зачем мне такие подробности? Освежевать. Кожа. Блин, чувак, сходил бы ты отсюда. Я не хочу с тобой траться. Ты на меня кровотечение повесишь. Мне это нафиг не надо. В бочке что-нибудь понятно. Ты находишь тухлое мясо. Блин, я за себя чудовищно рад. Красная... О, я красную траву нашел. Это очень круто сейчас. Сломать. Я ей ничего не сделаю, это двери. Если я несколько раз попробую, это ей плюсует урон или нет? Ну, то есть не удается, не удается. Если я попробую вот так вот несколько раз сделать, оно... Оно, по-моему, не плюсует урон, да? Просто говорит, что это невозможно взломать. Ладно. Две морковки находим. Уйди от меня. Нет, там доска с гвоздями. Белый флакон. О, это что-то неплохое. Красная трава. Вообще суперски! Уйди от меня! Там еще один стражник. Ха-ха-ха-ха! Вы издеваетесь надо мной. Нет. Да! Да! Что у нас там по тесаку? Э-э-э... Он хуже. Все это хуже, чем у меня. Охранник в шлеме? Офига себе ты этот, блин! Ох... А! Понятно. Понятно. Э-э... ай перелом кровотечение ну все так нужно решка пофиг сюда кажется зря полезно удар отростка удар отростком да ладно значит нам враги тоже еще не по уровню а куда мы пойдем так хорошо значит чувака чувак с арбалетом он стоит справа его можно обойти его можно убить это не проблема вот этого суккуба тоже можно убить это в принципе не проблема там двое чуваков грубо говоря если бы я лечился в бою я специально сейчас слился потому что у меня было заранее невыгодное положение но они слишком сильно они ломают мне кости вешают кровотечение это все очень неприятно кстати что делать с поломанными костями ребят было бы неплохо тоже узнать потому что более-менее узнали что творится с кровотечением что творится там и здесь вот здесь вот на третьем на четвертом этаже вот здесь где сейчас нахожусь ну грубо говоря пусть спустился на 2 2 это была кровавая баня 3 это была тюрьма с третьего я чуть-чуть поднялся оказался здесь у нас тут более менее относительно безопасная зона потому что ну тут ходит только один моб и его довольно легко обдурить теперь тюрьму но наверное следующий раз я пойду именно дальше в тюрьму вот того чувака с баллиста и убить его относительно не проблемно убить что мне делать с теми чуваками вот этого я не знаю и еще подскажите пожалуйста стоит ли мне сейчас вернуться и пойти к тем чувакам которые с тентаклями которые вешают заражение смогу ли я у них найти там что-то толковое или не стоит в это пока что соваться и также скажите мне вот насчет того колодца который возле кроликов стоит ли мне туда сейчас идти прыгать я помню что там было это вроде как выводит нас к тем же чего как тентаклем то ли на второй этаж или что такое в какую сторону сейчас лучше направиться ну чтобы было поинтереснее потому что может оказаться что я попаду в зону которая с высокими уровнями и которая мне не по силам ай бывает зонок одну не то что тут нет уровня как такового но игра же как-то распланирована сначала сюда потом туда в общем давайте пока на этом закончим увидимся тогда с вами следующей серии буду крайне рад как обычно читать ваши комментарии заметки было бы здорово спасибо за то что вы с нами спасибо что продолжать смотреть увидимся в следующих сериях всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»